Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро! Не в студии Радио Болтком, а в Зуме с благодарностью студии и звукорежиссеру Евгению Копеину. Программа «Без антракта», я и ведущая Евгения Шерменева. И в гостях у нас сегодня директор, руководитель фестиваля международного и, сейчас мы поговорим о литовской программе, фестиваля «Сиренос», который проходит уже долгие годы в Вильнюсе. Кристина Савицкеня. Правильно я сказала? Да, правильно. Ударение правильно сказала. Потому что мы всегда с тобой были только Кристина и Женя. И поэтому я думала, как тебя сегодня представить и не ошибиться. Спасибо тебе большое, что ты согласилась поговорить. Потому что для меня это очень важный фестиваль. Я сейчас сделаю небольшую вводную, расскажу почему и как. Когда я еще работала в Москве и делала фестиваль «НЕТ», то фестиваль «Сиренос» был одним из тех, на которые я постоянно ездила. И это была такая и дружба, и уважение, и даже сотрудничество. Потому что мы когда-то привозили вместе какие-то спектакли. По-моему, Костылуччи мы возили на три страны. И вот в том числе было такое сотрудничество. Я очень любила и спектакли. И смотрите, и литовский кейс обязательно не пропускала, чтобы знать все, что происходит в Литве. Сейчас у меня немножко другая ситуация. Я смотрю в течение сезона все спектакли. Но, тем не менее, возможность увидеть в короткий срок лучшие спектакли, которые составляют самую интересную, наверное, картинку, выборку такую. Современного литовского театра есть вот как раз в период вашего фестиваля. И это очень здорово. Вы одними из первых, по-моему, в Балтийских странах начали это делать много лет назад. И это очень важно. И вы собираете еще международную программу. Скажи, пожалуйста, фестиваль ведь проходит с 2004 года каждую осень в Вильнюсе. Да, я предупрежу, я буду говорить на русском языке, Кристина будет короткие слова отвечать на русском. Но когда будет что-то рассказывать, она будет говорить по-английски, и я буду переводить на русский язык, чтобы мы все понимали. Для меня важно рассказать про этот фестиваль рижской русскоязычной аудитории. Меня слушают еще и латышские коллеги. Потому что мне кажется, что мы сейчас поговорим о том, что точно нельзя пропустить, а стоит купить билет на автобус или сесть в машину и приехать к вам в гости. Спасибо, спасибо, Женя. Я извиняюсь, что у меня русский такой ломанный. И когда надо говорить о работе, мне очень тяжело, тогда я перейду на английский. Но я все понимаю очень хорошо, и просто надо еще побольше говорить по-русски, чтобы... Тренироваться. Да, да. И очень спасибо за приглашение, за такие красивые слова про фестиваль. Да, ну вот мне кажется, что это один из тех фестивалей в Балтии, про которые знают все. Вот я сейчас нахожусь сама на фестивале в Румынии, в городке Пятрунямц, и тут все передают привет. Вчера встретила Беатрис Пикон-Вален, которая сказала, ой, я была в последний раз на сирене столько до пандемии. Ну вот, это тоже тема, потому что последние годы, конечно, с фестивальным движением во всем мире было очень тяжело из-за пандемии. И, как я понимаю, у вас тоже был перерыв. В 2020 году я был в Иран, в фестивале, в Иране, в Тахаране, когда пандемия произошла, и Иран был один из первых местных мест. И это было очень понятно для меня, в начале, что в этот год мы не будем делать нормальный фестиваль. So, when a lot of festivals in March, they were still planning that they will have a normal festival in autumn, I was sure it's not going to happen. So, we canceled the whole program, and we applied for the local Council for Culture, asking them to allow us to change the program. And we produced an open poll for Lithuanian artists to make all the pandemic-specific performances. Сейчас я это расскажу, да, что вы не отменялись. В 2020 году весной ты сама была на фестивале в Иране, когда все это началось, и стало понятно, что все будет трудно. И все фестивали сначала все перенеслись на осень, думали, что переживут какое-то время. И все стало очень концентрировано, но потом мы все знаем, что и тогда этого не случилось. Но вы приняли решение, что вы ничего не отменяете на осень 2020 года. И в 2019 у вас был обычный выпуск фестиваля, а в 2020 вот вы приняли решение, что вы просто перестраиваете свой бюджет и придумываете вместе с литовскими командами специальную программу для фестиваля, которая будет удовлетворять условиям показа. Я так понимаю, что что-то было на улице, что-то было в каких-то специальных показах, там, спектакли, путешествия. Ну, в общем, в таком формате у вас был фестиваль. Но международная программа была ли в это время? Ведь тогда же ничего не летало. Нет. Там это пришлось все отменить. Хорошо, а в прошлом году вы ведь что-то делали. У вас же был открыт. По-моему, Литовский театр как раз не закрывался осенью. Это только в Латвии мы закрылись на один месяц, да, в октябре. У вас было 60-70 гостей в прошлом году, да, из разных стран. Ну, то есть, да, для прошлого года, когда все еще были не очень уверены в том, что будет происходить, это, конечно, было такое сильное. Скажи, пожалуйста, ведь в этом году у вас программа... В этом году вы уже готовились как бы в нормальном режиме. Вы не предполагали ничего и не планировали никаких специальных замен. Вы просто делаете фестиваль так, как вы его привыкли делать. И в этом году у вас программа начинается с 22-го, да? С 21-го даже. С 21-го сентября. И начинается это, по-моему, литовским шоу-кейсом. То есть ваш фестиваль начинается с такого профессионального события, не зрительского, а профессионального для трех балтийских стран, балтийский форум драмы, ну, драматического театра. И приезжают к вам гости из трех стран, я так понимаю, и литовские разные гости, и из Латвии, и из Эстонии. И в этом году эта профессиональная такая платформа, она базируется у вас на вашем фестивале, а так каждый год она меняется, да, на то в Эстонии, то в Латвии проводится. Понятно. И потом у вас начинается литовский шоу-кейс, про который я хочу поговорить поподробнее, потому что это из-за того, что это организуете вы, а не сами театры, ну, как бы вы соучастники вместе с театрами показа этих спектаклей, то это шанс увидеть литовский хороший театр с английскими титрами. Да? Да, да, абсолютно верно. Мы были в этом шоу-кейсе с 2004, то 19-й год, и мы никогда не имели бюджет за это. То есть, это очень большая коллаборация между Сиренос и все театры, когда театры играют на их собственное качество, и Сиренос проводит курatorship, потому что мы имеем индепендентные курators, и также интернациональные гости. То есть, мы приглашаем и платим аккомодирование с партнерами и так далее. Ну, то есть, с вашей стороны, организация, как бы сказать, промо для этих спектаклей, да? Промо на международную аудиторию. Приезжают специалисты, критики, продюсеры, директора фестивалей, директора других площадок театральных. И вы собираете много гостей для того, чтобы показать им, что происходит сейчас в Литовском театре. И вас в этом году 11 названий. Я проверила. И вы показываете спектакли нового поколения режиссёров. Ну, не только нового, конечно. Там будет и спектакль. В общем, прошлогодняя премьера Оскара Сокрушенова со «Спящие». И что-то ещё, по-моему, такое, ну, не юное. Это вообще спектакль, который поставил славянский режиссёр в Малом театре. Это был длинный проект, по-моему, на всю пандемию, насколько я помню, история этого спектакля. Ну, это безоговорочно. Всё жюри премии «Золотых крестов» выделил этот спектакль. Он получил несколько номинаций. Много, но и премий получил. Заметное количество, да. Это очень необычный, очень интересный спектакль. Вот, имейте в виду, дядя Ваня в Малом театре Вильнюса в рамках фестиваля «Сирена» с литовского кейса будет показан с английскими титрами. Вот просто необходимо ехать точно. Это какого числа будет? Сейчас скажу. 24-го числа. Сентября. Да, сентября, 24-го. Это суббота. Да, это суббота. Можно поехать на два дня в Вильнюс, посмотреть, что ещё, может быть, днём за дети или на воскресенье посмотреть, что-то будет в программе. Но «Дядю Ваню» я очень рекомендую. Это очень необычный взгляд на чеховскую пьесу, очень современный. И, что самое главное, вы увидите такое, ну, как бы сказать, идеальное воплощение литовской актёрской школы. То, чем Литва всегда гордится. Поколения разные. Есть и взрослые актёры, и есть совсем молодые. Но, мне кажется, это один из лучших спектаклей действительно прошлого сезона. Спасибо вам за такой шанс, поэтому я отдельно это отмечаю. И есть несколько спектаклей молодых режиссёров. Вот ты можешь назвать имена, а я что-то, может быть, тоже прокомментирую. Почему у вас такой выбор этих имён, этих людей? Что они для Литвы сейчас? То есть, я хочу сказать, что, во-первых, что очень важно, что я начинала работать как артистический директор этого фестиваля в 2018. И один из изменений, который я сделал, это предоставить индивидуальные куратели для Литвы и шоуку. И каждый год эти куратели различные. So sometimes two people, sometimes one, but a new person or a new duet. Значит, ты ввела в ситуацию как бы отбора шоу-кейса ты ввела посторонних экспертов. У тебя есть куратор этого шоу-кейса. Это не ты занимаешься как программный директор, ты не как артистик-директор этим занимаешься. У тебя есть международная программа, на которой ты формируешь и отвечаешь за неё вместе с другими я так понимаю участниками создания фестиваля. Но для литовского шоу-кейса ты приглашаешь каждый год разных кураторов. Это может быть один человек, это может быть два человека, они могут в паре работать, могут каждый по себе. В общем, у тебя тут свобода выбора, я так понимаю. И кто в этом году был кураторами? So this year it's Ramuna Balavichuta and Lada Kalpohaita. They are both theater critics and theatrologists. And their vision was to mix the masters of the older generation, mature masters recognized with more young generation and also experimental productions. in this year two critics are Ramuna Balavichuta, правильно? Balavichuta. Balavichuta, извини, пожалуйста. And second даму я не встречала, не знаю. Vladakalpohaita. Vladakalpohaita. Да, потому что Ramuna я читала книгу, которую она выпустила про Литовский театр несколько лет назад, такой сборник был хороший на английском языке, ее и еще одного театра веда. И мне кажется, что я подписан и читаю, и мне вот это дает большой объем знаний о том, что происходит. И, конечно, это очень хорошая, удачная работа, когда это каждый год действительно ты приглашаешь разных людей, и они сами выбирают. это в этом году был принцип, что нужно отобрать программу спектакли, как тех, кто уже общепризнанный и известный в Европе человек, возможно, как Коршуновас, который много даже ставят, и также и молодых экспериментов, и спектакли эксперименты, даже, может быть, просто как компания, которая делала эксперименты, правильно? То есть у вас такая смесь получилась в этом году? Ну, как и есть театра, собственно. So, from the young and experimental work, it's very difficult, you know, to emphasize something, but for me, personally, I love the work of Arturas Bumsteinas, who is a composer and a conceptual artist, and he is introducing his work Big Pharma. Сейчас я сразу переведу. А, то есть можно соединить, там есть возможности. Ага, хорошо. Значит, Arturas Bumsteinas, это вообще он композитор, правильно? Изначально саунд-дизайнер, композитор, и начал несколько, пару лет назад работать, да, сам ставить перформансы, не только сам как исполнитель, но как режиссер стал работать. И вот Arturas Bumsteinas для тебя, как ты отметила, для тебя это одно из важных событий, и оно тоже будет в субботу, то есть можно приехать посмотреть перформанс Артурса, а потом посмотреть дядю Ваню. И это Big Pharma, я так понимаю, это спектакль, который был в этом сезоне поставлен в Паневежисе. Yes, and also on the same day, there is a very beautiful work of Camilla Gudmonaita, who I think is this beautiful representation of the young generation of theater makers. She is not working in the traditional way at all. Her interest is in social documentary theater and work with non-professional actors. So this work is also on the same day and it involves five disabled people on the stage. Это Швенте, да? Да. И в этот же день будет спектакль Камилы Gudmonaita. Она как раз по словам твоим очень так четко репрезентует новое поколение создателей театра в Литве, человека, для которого очень важны решения каких-то социальных вопросов, работа с документальным театром, работа с непрофессионалами в профессиональном пространстве. И в этот же день в субботу будет показан ее спектакль прошлого сезона тоже, который она сделала в театре Оскара ОКТ, да, теперь не будем говорить, он теперь все-таки называется ОКТ, театр называется Праздник Швенте, и в нем участвуют пятеро непрофессиональных исполнителей с различными особенностями по здоровью, да, там есть люди, которые, ну, разные, я помню, что когда я смотрела спектакль, я смотрела этот спектакль, он произвел у меня очень сильное впечатление, это был один, наверное, из самых, знаешь, как трогательных спектаклей в моей жизни, он сначала кажется немножко не очень понятным, о чем, но потом он так затягивает, и ты так включаешься во все, что происходит, что в конце ты просто понимаешь, как, вот, эта хрупкость мира, про которую мы сейчас все говорим в связи с войной, она в этом спектакле показана, по-моему, очень точно о том, как необходимо быть рядом с людьми, слышать их, доверять, и доверять друг другу, там такое доверие какое-то безусловное между ними, что это удивительный какой-то спектакль, удивительный, я просто тоже очень рекомендую, то есть вы в один день собрали три спектакля, которые как-то надо умудриться посмотреть, понятно. Да, потому что так удобно приехать на выходные в Вильнюс и погулять по нему, успеть и посмотреть на выбор спектаклей, ну, если вы готовы к каким-то экспериментам музыкальным, то, пожалуйста, вам Артур с Бумштейна, с которой делает, конечно, спектакли, связанные очень с музыкой, с саундом, с ритмом, с исполнением в этом отношении. И если вы хотите посмотреть, как люди работают, ну, мне кажется, просто в Латвии этого пока нету, таких работ я не видела, вот как сделала, сделали праздник. и вот такой, придите и посмотрите, полноценный спектакль дяди Вани по Чехову, в котором не изменено, практически ни одного слова, ну, может быть, там чуть-чуть сделаны какие-то вставки отдельные, но по сути нет. Но он такой современный, он такой чудесный. А что в воскресенье, скажи, пожалуйста. On Sunday we have a very untypical decision. We are taking all the guests to KONAS and we have two shows in KONAS and also it's a possibility to visit some exhibitions and interesting events of KONAS cultural capital. Ну да, потому что в этом году у KONAS большая программа культурных событий, она началась еще весной, это в связи с тем, что это столица культуры Европы, и, по-моему, там до сих пор есть Кентриджи-выставка, да, она, по-моему, весь год стоит, Уильям и Кентриджи. Да, вот я была весной, но я бы вот еще раз сходила, потому что что-то я не успела посмотреть из-за того, что я машину не в правильном месте поставила, но надо было бежать, парковку доплачивать, вот, но там, на самом деле, все очень удобно, можно поставить машину на подземную парковку, весь день гулять, это не стоит больших денег, и есть выставка ее Коуна, по-моему, еще продолжается, и, вот, как я сказала, Уильям и Кентриджи, который имеет непосредственное отношение тоже к театру, потому что он театральный режиссер, помимо того, что он художник и перфомансист, сам по себе, вот, и вы везете смотреть там два спектакля, правильно я понимаю, в Каунасе, один из которых будет совместная латышская работа. Да. Да, так у нас там два режиссера, я извиняюсь, у нас реконструкция в театре, так. Это ничего страшного, да, я знаю, у вас большая сцена готовится к открытию, слава богу, скучаю. So, sorry about the sounds, but yes, on Sandy, we have one work of Noberta Siesynskas, who is a very young director, he just graduated with Yana Ross from the Academy, and he is working in a very conceptual, different way, completely against the tradition of Lithuanian theater, I would say, but it's a very interesting way to see. And the second show, and what is what you mentioned, is that the performance directed by Walter Sillis, the Latvian director at the National Kounas Drama Theater, and it's also like mixing different languages Lithuanian, Latvian, Russian, English, and so on. So, these two productions are more experimental. So, you have a Kounas show that there is also your festival in this time, just so I have a combination of time, so you decided to group of and send in the car, and send in the car, and send in the car, and send in the day of your festival, where you will show the show, the show, the show, Boul is called, I think, it will be, right? I understand? я думаю, Норбердса. Да, да. Норбердс Ясинскас, правильно я сказала. Это в 12 часов в Камерном театре будет показан спектакль, за который он получил вообще-то премию «Золотых крестов» как вот такой спектакль прекрасный. И он ученик Яны Росс, студент Яны Росс. Она выпустила несколько студентов. И не он один участвует в программе. Я так понимаю, что Эглишвитковская это тоже. Нет? Она не у Яны. Она не у Яны. Это я уже немножко тут перепутала. Но неважно. Но он один из тех студентов, которых она выпустила в самое недавнее время. И он только-только начал работать. Но за ним уже надо наблюдать, потому что всё, что он делает, как ты сказала, это такой совершенно противоположный метод работы в театре. такой немножко оппозиционный всему привычному литовскому, да? Бунтарь такой немножко, да? Бунтарь он немножко. Есть такой. Это дискуссия такая, которую он ведёт со своими учителями, как я понимаю, ну и с тем, на чём он вырос. Да, но я приезжаю, я приезжаю к тебе смотреть другие два спектакля. Я приезжаю смотреть «Чайку» в ОКТ-театре. Это тоже новое имя, про которое мне все говорят. Какой-то очень интересный режиссёр молодой. И потом я буду смотреть как раз спектакль Эглишвитковской. Это в молодёжном театре. Вот можешь рассказать про этот день тоже? То есть, эти две названия, которые вы уже говорили, и эти две люди, я думаю, они очень в порядке с литовским театрой традицией. И они, наверное, очень хорошие выборы для людей, которые любят литовским 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 литовским. And especially Yakubas Bradzis, Чайка. He just graduated from academy with a bachelor's degree last spring, and this was his diploma work. And he's a student of Oskaras Korшinovas and works very much along this director's theatre, the concept of director's theatre. Для Агле, который представляет мемуары о молодых женщин в театре на самом деле, это не ее первое, и она делает очень разные, более перформативные, более традиционные. Но это очень важно для литвуинской традиции в театре. Значит, два спектакля, которые будут проходить в один день. Тоже это два в 2 сентября, на которые как раз еду я, потому что я очень хочу посмотреть. Якуба Сабрезиса, он студент, как ты рассказала сейчас, я буду говорить и от себя, и от тебя. Он студент, закончил вот только-только академию. Он студент Оскарса Крошуновса и долгие годы, ну все это время работал с Оскарсом как ассистент, работал в его театре с его актерами, ну очень вовлечен в эту как бы систему театра режиссера, да, для него это важная составляющая. И как раз эти два спектакля, вот «Чайка», которую он поставил, это новый вариант «Чайки» в Бокоте-театре, потому что старая была, которую много людей видела, и она была представлена во многих странах на фестивалях, которые когда-то поставил Крошуновас. Вот этот спектакль и спектакль «Эглиш» в Бокоте-театре, который она поставила в молодежном театре, это воспоминания молодого человека. И ты сказала, что она работает как раз очень тоже в литовском стиле, но очень литовский театр делает, как мы его понимаем, да, театроведы его там трактуют. Но при этом она делает и классические театры на сцене с актёрами, такой с актёрской работой, с разбором, с пьесой, работой с пьесой. Так она делает и перформативное искусство, вот она работает тоже в двух направлениях. И вот то, что будет показано сейчас на фестивале, это как раз больше про вот такой классический литовский театр, да. Скажи, пожалуйста, ещё вопрос у меня такой. Ну, я не буду говорить про спящих, я про них много рассказывала. А вот мы сказали про «Швенты», мы сказали про «Франкенштейн комплекс», это то, что будет в Каунасе, мы упомянули. Ну, ещё будет один танцевальный спектакль, который я тоже получил, «Золотые кресты». Это компания «Лоуэйр» из Вильнюса, она довольно молодёжная, там вообще, мне показалось, чуть ли не вчерашние школьники работают. И это спектакль, который называется «Ми-ту». Ну, то есть я такой же или такой же, как ты, или что-то угодно. Это такой иммерсивный танцевальный спектакль, что необычно, который играется в пространстве с разными помещениями, ты можешь передвигаться и следить за разными участниками. Иногда они собираются вместе. Я просто видела и расскажу, потому что это один из самых моих любимых спектаклей прошлого сезона в Литве. И это очень такая, ну, необычная, с одной стороны, необычная история для зрителей, но, конечно, привычная история для критиков театральных, которые много видели и знают. Но в не столько какого-то такой искренней работе и очень честной работе молодых танцоров, что она, конечно, не отпускает. Вот я вспоминаю их всех. Она, ну, это очень завораживающее зрелище, именно потому что они очень честны друг с другом и со зрителем. Вот, так что мы поговорили с тобой про Литовский театр. И у нас с тобой еще есть 10 минут коротко рассказать про интернациональную программу. Да, 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 да. То есть соавторы спектакля, это хореограф, который придумал все движение, и еще есть там режиссер, который работает с документальным театром очень много, и с молодыми людьми, и с вербатимом. И вот это объединение, которое дало... Там же нет текста по сути, но текст заложен в движении, то есть текст заложен и в сюжете, и в развитии этого сюжета, и в движении, и как бы в высказывании. Но это правда, это очень необычный спектакль, который стоит не пропустить. И там нет языкового барьера вообще, даже титры не нужны. Ну хорошо, про международную программу. У вас 9 спектаклей из разных стран. Это, ну, что-то невероятное, конечно, по нынешним временам. Да, но многие из этих перформансов очень маленькие. И мы говорим о концепте тела, тела на сцене и на сцене. И для первого раза мы используем и презентуем в фестивале жанр перформативных лекций. А, окей. То есть вы решили в этом году говорить о том, что такое тело, и как оно работает на сцене, и вне сцены, и вообще, как человек с ним управляется. И как это высказывание, ну, как это отношение к телу работает на сцене. И в этом году у вас будет впервые такая история, как не спектакль, а лекция. Перформативная лекция, да? Да, мы имеем 4 из них. Мы имеем 4 перформативных лекций, и остальные перформансы будут более обычные театры. То есть 4 будет таких перформативных лекций на тему, которая связана с общей идеей фестиваля, но и 5 других спектаклей, они более-менее похожи на то, что люди привыкли смотреть в театре. Да, и я думаю, что я думаю, что концепт от фестиваля интернет-программа обычно мы фокусируем на один важный артист и событий. То есть, это Фия Менар, из Франции, и ее шоу, Драй Сезон. Она является трансгендерной директор, которая началась как новая циркузь артист, but now she is directing performances, which are presented in Avignon festival and all the biggest stages, and I find her very interesting, very visual, very powerful. Вот одним из как бы тем именем, который для вас является такой сердцевиной программы, от которой все раскручивается, это спектакль Драй Сезон. Как ее? Фия Менар, да? Фия Менар. Да, Фия Менар. Автор она, да, она актер-трансгендер, и ее спектакль был показан в Авеньоне, и то, как она высказывается на эту тему, как раз на тему тела, это вот как бы центральная ваша точка, от которой расходятся разные там круги по всей остальной программе, да. Но я видела еще Риме не протокол, который даже для тех, кто мало знает театр, все равно что-то про это знает, и это такой необычный спектакль, который они уже показывали в разных странах, и вот он до вас доехал, и это какое-нибудь интеллектуальное шоу, да? Да, значит, ты вот дорассказала историю, потому что я не стала сама это делать. Это спектакль, в котором действительно на сцене робот, нельзя сказать, что это чем-то представлено каким-то перформером, и вообще, как мы можем говорить о том, что на сцене, что за тело, или это не тело, или это вообще существо, не существо, и можно ли ему аплодировать, да, в конце концов, когда он исполнит свою роль. Скажи, пожалуйста, у вас заявлен один спектакль, в котором вы являетесь ко-продюсерами. А вот расскажи мне про него, пожалуйста, тоже. Это лекция, как бы в формате вот этой лекции, но тем не менее, почему вы выбрали такую историю, что сделали ее с новым театром в Варшаве? Это перформативная лекция. Это началось с моим кашевым разговором, with the producer of Polish theater director, Magda Szpecht, who quit her work as a theater director when the war in Ukraine started in February. And she started working all of her time as a cyber elf, which means she is fighting fake information, and she's a kind of soldier in the war, but a virtual soldier. And we found it interesting to co-produce it also because the phenomenon of cyber elves originated in Lithuania. А, окей. Это из Литвы обычно, да? Было. Значит, началось здесь. Да, твоя коллега Magda Szpecht, она в Польше, она режиссер и продюсер и работает в театре, но вот с началом войны она выбрала для себя совершенно другую тему, она стала работать как... Как перевести этот кайбер-элф? Это такой... Кибернетический элф. Да, но это тот, кто находит фейки, находит ботов, находит специально обученных людей, которые специально рассылают неверную информацию или провокативную информацию, или заведомую ложь, просто открытую, и находит их и уничтожает своим правильным способом, борется с ними. То есть вот она вышла на такую, на свою войну, которая онлайн, которая находится в информативном поле. И поскольку это, как ты сказала, оказывается вообще все родилось из Литвы, то вы решили присоединиться и сделать вот эту лекцию об этой работе, ее... Но это тоже же интересно, да? Это она как человек превоплощается в некое существо, работающее в онлайн-пространстве, да? Это тоже такая работа с телом в некотором смысле. Виртуальным телом, реальным телом. Да, виртуальный солдат. Да, виртуальный солдат. Это очень интересно. Скажи, пожалуйста, сама бы ты... Ну, у нас осталось с тобой две минуты. Сама ты все это уже видела, я так понимаю. Да. Ну, вот на что бы ты пошла второй раз из международного? Ну, наверное, я бы хотела посмотреть все, но мне очень хотелось бы отметить Генриету Лакс. Это работа... It's a work from Polish-French director Anna Smaller. Very beautiful merge of documentary theater, performative lecture, traditional theater. It's amazing Polish actors from Nowy Theater. And it's an old piece. I think the premiere was like 2018, but it's a really good one and very much speaks about our genes. Ну, слушай, я тогда скажу, что это спектакль, который называется «Хенриета Лакс», поставили его в новом театре Анна Смоллор. И это не новый спектакль, но то, что он до сих пор еще работает, как бы говорит о его качестве, если он с 2018 года в доступе и существует. И для тебя это один из важных спектаклей, ты его упоминаешь, он будет 6 октября у вас, да? Ну, новый театр в Варшаве это одно из названий, которые не стоит пропускать. Не надо ехать в Варшаву, можно поехать в Вильнюс. Сэкономить время и деньги. Ну, хорошо, у нас с тобой заканчивается время. Я тебе очень благодарна. Ачу, Ачу Герей. Спасибо большое вам. До встречи на вашем фестивале. Я очень надеюсь, что после нашей программы кто-то соберется и рванет в Вильнюс. Билеты на сайте Сиренас ЛТ. Спасибо, Женя. Спасибо. Счастливо. До свидания. И следующий четверг будет, наверное, программа в записи, потому что я буду на чайке. Счастливо. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова